февраль 2024 года закончился пора подвести его печальные итоги в этом видео я расскажу вам об известных людях которые ушли из жизни феврале 2024 года российский кинооператор кинорежиссер сценарист павел копенос ушел из жизни 1 февраля он известен как оператор картин дух лес 2 последний богатырь и других павел копенос умер от сердечного приступа ему было сорок восемь лет российского актера театра и кино дмитрия овчинникова не стало 1 февраля с 2010 года и до конца жизни актер успел сыграть в кино более 60 ролей его знают по телесериалам молодежка универ новая общага короче и по-другим причиной смерти дмитрия овчинникова стала продолжительная болезнь актеру было 50 лет 1 февраля умер американский актер продюсер и режиссер карл уэзерс он сыграл заметные роли фильмах роки 1 2 3 4 хищник счастливчик гилмор и в других актеру было 76 лет 2 февраля умер американский актер дон мюррей актера знают по фильмам автобусная остановка тихая пристань твин пикс и по-другим дону мюррея было 94 года 4 февраля из жизни ушел шведский футболист нападающий курд хамрин почти вся его футбольная карьера прошла в италии в клубах серии а где он стал настоящей легендой спортсмену было 89 лет 4 февраля не стало российского актера театра и кино павла маркина новости о его смерти появилась только в последний день февраля что стало причиной ухода из жизни актера не сообщается за годы карьеры в фильмографии павла маркина накопилось более 70 работ он снялся в фильмах молодежка реальные пацаны интерны моя прекрасная няня балабол и в других павлу маркину было 53 года 5 февраля из жизни ушел английский актер майкл джейстон актера помнят по ролям в фильмах король лир сон в летнюю ночь живешь только дважды николая александра а также в телесериале доктор кто майклу джейстону было 88 лет 6 февраля умер туркменский советский кино актер энвера накулиев он был наиболее известен ролями в таких фильмах как белая мгла озорные братья и в других актеру было 68 лет болгарский актер кино и телевидения литератор иван иванов ушел из жизни 6 февраля зрители помнят его по ведущим ролям в фильмах все любовь плотина мера пресечения ареста романтическая история и в других ивану иванову было 72 года российская и белорусская актриса театра и кино елена сафронова ушла из жизни 6 февраля с 1981 года она играл на сцене бобруйского театра драмы и комедии в 2011 году она снялась в одной серии телесериала семейный детектив а в 2018 году сыграла в сериале мухтар новый след елене сафроновой был 71 год российский актер театра и кино александр симонец покинул этот мир 6 февраля причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность с 2016 года и до конца жизни александр симонец работал в амурском областном театре драмы в благовещенске качестве кино актера он известен по фильмам дружная семейка глухарь моя прекрасная няня формула стихии и по другим актеру был 61 год 8 февраля этот мир покинул советский и российский художник график архитектор музыкант барабанщик один из основателей группы машина времени автор названия группы машина времени юрий борзов по информации из открытых источников причиной его смерти стал сердечный приступ однако некоторые сми сообщают что музыкант 6 лет боролся с онкологическим заболеванием юрию борзову было 70 лет 8 февраля после продолжительной болезни умер грузинский актер режиссер сценарист и общественный деятель иосиф джачу ли они также известны как сосуд джачу ли они в качестве актера он известен по фильмам древо желания ждите связного три оплеухи корни последняя осень сван и по другим актеру и режиссеру было 65 лет 9 февраля земной путь завершила мексиканская актриса рената флорес большинству зрителей актриса была известна пароль леопальдины которую она играла в популярном телесериале дикая роза несколько лет рената флорес была бездомной последние годы жизни она провела в местном доме актеров причиной смерти актрисы стал рак с которым она боролась несколько лет ренате флорес было 74 года 10 февраля этот мир покинул футболист никита куриленко причиной его смерти стало онкологическое заболевание с 2018 года футболист выступал за клуб акмал который является одним из самых успешных медийных клубов команда дважды играла в кубке россии также никита вел youtube канал на который подписано почти 700 тысяч человек футболисту был всего 31 год советский и российский художник график и декоратор рашид софиулин ушел из жизни 12 февраля работа художника находится в музее изобразительных искусств татарстана а также в частных коллекциях разных странах рашиду софиулину было 73 года советского и российского военачальника общественного и политического деятеля валерия востротина не стало 13 февраля последние годы он боролся с онкологическим заболеванием которое и стало причиной его смерти валерий востротин два раза снялся в кино он появился в лентах черная акула и путь валерию востротину был 71 год 13 февраля этот мир покинула советская киноактриса виктория островская она стала известна на весь советский союз благодаря небольшой но яркой роли уличной девицы которую сыграла в знаменитой комедии бриллиантовая рука виктории островской было 85 лет она умерла от рака советская и российская актриса театра и кино тамара колесникова ушла из жизни 14 февраля причиной ее смерти стала продолжительная болезнь всю свою творческую жизнь актриса посвятила национальному драматическому театру россии также тамара колесникова более 50 раз снялась в кино актрисе было 85 лет 15 февраля этот мир покинул французский актер театра и кино жерар баре первая популярность к актеру пришла после съемок фильме капитан фракас настоящую славу жерару баре принесла роль дартаньяна в серии французских фильмов три мушкетера актер считается самым лучшим дартаньяном в истории французского кино жерару баре было 92 года 15 февраля из жизни ушла советская актриса хатуна катрикадзе она известна зрителям по фильмам незадачливые похитители и веселый роман в этих фильмах актриса играла главные роли хатуна катрикадзе прожила 68 лет 16 февраля из жизни ушел российский политический и общественный деятель юрист и видеоблогер алексей навальный по официальной информации причиной его смерти стал оторвавшийся тромб алексею навальному было 47 лет 16 февраля умер российский фотограф дмитрий марков он получил известность создавая жанровые снимки провинциальной россии на камеру обычного смартфона и публикуя их на своих страницах социальных сетях дмитрию маркова был 41 год 18 февраля из жизни ушла европейская светская львица актриса и дизайнер ювелирных изделий ира фон фюрстенберг она снялась в 30 фильмах среди них бесподобный я убил распутина мертвый бег моя кровать не для сна ватиканское дело пятый провод и другие ира фон фюрстенберг прожила 83 года 19 февраля скончался советский и российский дирижер леопольд гиршкович причиной его смерти стал сердечный приступ с 1967 года дирижер работал в детском музыкальном театре натальи садз ему было 88 лет американский актер кинотеатра и телевидения пол даманта ушел из жизни 19 февраля актер известен по фильмам охотник на оленей удар по воротам и по другим полу даманта было 74 года 20 февраля скончался советский и российский кинорежиссер владимир макеранец незадолго до смерти он был госпитализирован после инсульта в качестве режиссера владимир макеранец известен по фильмам привет малыш и ты есть владимир макеранец прожил 76 лет 20 февраля этот мир покинул немецкий футболист фланговый защитник и полузащитник андреас брэме он известен как автор победного мяча финале чемпионата мира 1990 года андреас брэме стал первым умершим из чемпионов мира 1990 года футболисту было 63 года 21 февраля скончалась французская актриса и певица мишлин прель наиболее известными фильмами в ее карьере считаются потерянный рай тайны версаля наполеон путь к вершине имперская венера чужая кровь и другие актрисе был 101 год советская и украинская актриса театра и кино людмила алфимова ушла из жизни 22 февраля настоящую славу людмиле алфимовой принесла роль софи в советском фильме свадьба в малиновке за свою продолжительную актерскую карьеру людмила алфимова сыграла в кино более 40 ролей актрисе было 88 лет 23 февраля скончался советский и российский судья юрист и ученый правовед вячеслав лебедев с 25 декабря 1991 года и до конца своих дней он был председателем верховного суда российской федерации причиной смерти вячеслава лебедева стало онкологическое заболевание он прожил в этом мире 80 лет 23 февраля из жизни ушел канадский актер кино и телевидение крис гатье наибольшую популярность актера принесла роль уильяма сми в телевизионном сериале однажды в сказке также актера помнят по сериалам тайны смолвеля сверхъестественное и по другим крис гатье умер после непродолжительной болезни ему было 48 лет российский актер театра и кино павел поймалов покинул этот мир 24 февраля о причинах его смерти ничего не известно павел поймалов активно снимался в кино чаще в сериалах он сыграл роли фильма гражданин начальник адъютанты любви дальнобойщики чудотворец и в других актеру было 57 лет канадский актер кино и телевидение кэнет митчелл завершил свой жизненный путь 24 февраля причиной его смерти стала тяжелая продолжительная болезнь актер играл роли в таких популярных фильмах как морская полиция спецотдел звездный путь discovery и капитан марвел кэнету митчеллу было 49 лет 25 февраля не стало российского писателя краеведа и телеведущего алексея митрофанова с 2010 по 2015 год он был ведущим цикла передач хроники московского быта на телеканале тв-центр алексею митрофанова было 56 лет 25 февраля этот мир покинул советский и российский актер театра и кино эрнс троманов всего эрнс троманов сыграл более двух сотен ролей в кино особо следует выделить его работы в картинах волны черного моря вкус хлеба расколотое небо без видимых причин дрянь и многие другие особо активно актер снимался в советский период ему было 87 лет 26 февраля из жизни ушла российской актрисы театра и кино мама известной актрисы таисии вилковой дарья гончарова что стало причиной ее смерти неизвестно однако в открытых источниках можно встретить информацию что актриса долгое время болела раком некоторое время дарья гончарова была актрисе театра у никитских ворот а также сыграла роли в сериалах на углу патриарших 3 ландыш серебристый 2 звезда эпохи и девчонки актрисе было 54 года 29 февраля из жизни ушел российский актер театра и кино игорь копатов с 2001 года он снимался в телесериалах преимущественно в небольших ролях стоит отметить что с 2003 по 2016 год игорь копатов озвучивал роль мишутки в телепередаче спокойной ночи малыши актеру было 70 лет у у у у у у у у у Продолжение следует...